Четверг, Пятой седмицы Великого Поста. Целомудрие есть воздержание и преодоление похоти борьбою, говорит святитель Иоанн Златоуст. Заповедь о целомудрии относится, во-первых, к телу и вообще к нашей внешности, и, во-вторых, к душе и ее внутреннем помысли. Что касается доцеломудрия внутреннего, то оно состоит в том, чтобы все доброе мы делали для Бога, перед Богом, а не для людей, по человекоугодию, чтобы подавляли в себе самих зародыши зловредных мыслей и пожеланий, считали всех лучшими себя, никому не завидовали, не предполагали ничего сами от себя, но все относили к воле и расположениям промысла Божия, памятовали всегда о присутствии Божьем, привязаны были к одному Богу, сохраняли свою веру чистой и недоступной никаким ересам, а внутреннюю чистоту приписывали не себе, но спасителем нашему Иисусу Христу, который он и есть источник. Внутреннее целомудрие состоит в том, чтобы мы, пока живем, не считали себя завершившими и окончившими подвиг добродетелей, но подвязались бы до тех пор, пока смерть не окончит наших дней, чтобы вменяли в счету труды и печали настоящей жизни, не привязывались ни к чему и не любили на земле ничего, кроме ближних, и ожидали награды за свои добрые дела не на земле, но от одного Бога на небе. Священномученик Киприан Карфагенский О целомудрии Надо знать каждому христианину, что чистота внешнего человека, то есть чистота тела, без чистоты внутреннего человека, то есть духа, не есть чистота, как это изъясняет святой Ефимий Великий, который говорит, что если кто не творит скверного греха телом, но умом любодействует, имея скверные мысли, удерживая их, подчиняясь им и услаждаясь ими, он блудник и не может быть храмом Святого Духа, ибо дух святой подобен пчеле, как пчела не влетает в сосуд смрадный, так и дух святой не входит в нечистую душу. Так сказал святитель Дмитрий Ростовский. Жить силомудренно означает жить под управлением целого неповрежденного здравого мудрования, не позволять себе никакого удовольствия, которое не одобряется здравым рассуждением, соблюдать ум от осквернений нечистыми мыслями, сердце, не зараженным нечистыми желаниями, тело, не раственное нечистыми делами. Святитель Филарет Московский. Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов. Граждане, будучи вытеснены голодом и чтобы не погибнуть от голода, покоряются. То же бывает и с плотскими вожделениями. Если человек будет проводить жительство в посте и воздержании, вожделения изнемогают в душе его. Преподобный Иоанн Колов Чистота целомудрия, когда при телесном целомудрии, при чистоте от всякой плотской греховной скверны, сохраняется и чистота души от всяких нечистых мыслей и пожеланий. Святитель Феофан Затворник. Чистота есть признак здравия души, источник духовной радости. Кто желает стяжать любовь к Богу, должен иметь попечение о чистоте своей души. Истинная чистота делает то, что душа приобретает дерзновение в час молитвы. Дерзновение есть плод чистоты и трудом над стяжанием ее. Преподобный Исаак Сирин Угождающий чреву и хотящий победить духа блудного, подобен тому, кто маслом хочет погасить огонь. Преподобный Иоанн Иосифович Чистота это добродетель, противоположное блудной страсти. Это отчуждение тела от действительного впадания в грех и от всех действий, приводящих к греху, осуждение ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердца от ощущений и влечений блудных. Зачем последует и осуждение тела от плотского вожделения, сказал святитель Феофан Затворник. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в спятости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. Сластолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем и говорить. Святителя Златоуст Весом вкушай хлеб и мерою пей воду, и дух блуда убежит от тебя. Преподобный Авва Ивагри Если тебе палит огонь похоти плотской, противопоставь ему огонь гиенский, и огонь похоти твоей тотчас же погаснет и исчезнет. Святитель Иоанн Ватауст Христианин должен быть подвижником. Прежде, нежели человек стал грешником против законов, предписываемых божественным откровением, он был грешником против природы или против законов, вложенных в природу творцом. Так все в живой природе имеет нужду в пище для продления жизни, но только человек способен обращать питание в наслаждение, доходящее до страсти и уточнять себе пищей до потери здоровья. Все живые существа имеют нужду в питье, но только человек находит наслаждение в таких видах и в таком количестве питья, которое лишает его самосознания и самообладания. Все живущие в природе, все живущие в природе и все имеют инстинкт продолжения рода. Но один человек обращает этот инстинкт в источник отвратительных пороков, разврата, ужасных болезней. Все живое любит свободу жизни и движения, но только человек доводит свою свободу до своей воли и буйства, которые плодят такое множество преступлений, что законодатели доселе не придумают недостаточных мер и законов для их предупреждения и прекращения. Всякое создание Божие в природе в часы свободы и благоденствия радуется отыграющего в нем чувства жизни. Но один только человек стремится всю свою жизнь обратить непрерывный праздник, истощается в изобретение удовольствий, в праздности и разгуле губит лучшие свои силы и способности. Итак, чтобы быть только верным природе, человек должен быть аскетом, подвижником. Это сознавали еще древние языческие философы. Может ли не быть подвижником христиан Нин, желающий воплотить в своей расточенной природе тот высокий идеал истинно человеческой жизни, который изображен для него в Евангелии? в Евангелии? В Евангелии? В Евангелии? В Евангелии? В Евангелии?